Валерий Александрович, тревожные вести сегодня приходят с металлургического комбината и металлургического завода «Красный Октябрь». Собственник предприятия Дмитрий Герасименко объясняет это якобы нападками со стороны силовых структур. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась сегодня на «Красном Октябре»? Ситуация действительно сложная. Она обусловлена в первую очередь тем, что с осени или с начала этого года началось вымывание денег с оборотки, так называемой, и предприятие все время недополучало деньги за окружную продукцию. Значит, сложность в том, что это два предприятия, как бы два юридических лица. И если на заводе заказная часть вставляет 97% в гособоронозаказы, то на комбинате это 1,5-2% всего гособоронозаказа. Но в то же время там выпускается продукция, которая по своей значимости очень уникальна. Это и броневая сталь, и маломагнитная сталь, которая применяется тоже в оборонной промышленности. Ситуация усложняется тем, что происходит сокращение людей на предприятии, очень серьезных специалистов, которые некоторые уникальные специалисты. И, соответственно, снижается выплавка для нужд России, а большая часть уходит на экспорт. И деньги, которые поступают от реализации экспортной продукции, они на завод не возвращаются. Эта задолженность на сегодняшний день составляет, по некоторым данным, больше миллиарда рублей. Все, что связано с уголовными делами, которые возбуждены против, в частности, Герасименко, мне сложно сказать, как они продвигаются, потому что есть тайны следствия. Но, скорее всего, это является тоже местью за возбуждение против него уголовных дел. И поэтому его основная задача – это прекратить существование этих заводов. Чем, на Ваш взгляд, может грозить банкротство Красного Октября? Банкротство нельзя допустить, потому что, выполняя гособоронзаказы, мы прекрасно понимаем, что в соответствии с законом те деньги, которые будут поступать от государства, они будут уходить кредиторам, от кого будет подан иск на банкротство. Я уже говорил в одном из интервью, что на заводе срывается гособоронзаказ по изготовлению блоков корпусов для подводных лодок. Но хочу при этом отметить, что аванс от государства был получен в размере порядка 2,5 миллиардов. И на сегодняшний день ситуация критическая, потому что прекращено финансирование, люди сокращаются. И это грозит срывом гособоронзаказа. А мы знаем, что в последнее время по инициативе президента у нас уголовная статья появилась за срыв оборонзаказа. Что касается комбината, комбинат 50% всей никелесодержащей продукции, которая выпускается в России, она выпускается на этом комбинате, который применяется и в химической промышленности, и в космической, и в авиастроении, и тем более в оборонзаказе. Также броневая сталь, которая при помощи института и при помощи специалистов Красного Октября разработана на Красном Октябре. И прекращение выпуска, это тоже скажется на нашей технике, на броневой. Это люди в конечном итоге. Это на момент моего ухода, это на двух предприятиях больше 6 тысяч работало. Сейчас у нас на комбинате уже менее 4, и с 1 декабря вышел приказ еще уволить 300 человек. На заводе работало 1100 человек, сейчас менее 800. Это все кадры, которые высококвалифицированные, и ремонтный персонал, который обслуживает опасные производственные объекты. А их на комбинате 25 опасных производственных объектов. И не проводя текущие ремонты и капитальные ремонты, или все виды работ, которые происходят при отказе, это чревато или взрывом, или разливом металла, что может привести и к гибели людей. И, соответственно, это нельзя допустить, потому что площадка находится вблизи арены, к чемпионату мира. Это будет международный скандал, если там что-то произойдет. В прошлом году на завод приезжал Бочкарев Олег Иванович, который оценил способность этих двух предприятий к выполнению гособоронозаказа. И специально лично объехал те структурные подразделения, которые вовлечены непосредственно в исполнение гособоронозаказа. И доложил он и губернатору встречался, и, соответственно, Дмитрию Олеговичу Рогозину о том, что это уникальное предприятие и вот эта технология, она единственная в России. И чтобы где-то выстроить заново новый завод, это нужно минимум три года, как он сказал. И плюс обучить и обустроить специалистов, которые тоже принимают участие в выполнении этих оборонозаказов. Много нельзя говорить, но есть уникальные люди, которые штучные. И те люди, которые занимаются сваркой, наплавкой вот этих реакторов. Это очень серьезные специалисты, которые в России, по моим данным, их всего шесть человек. Может быть, для спасения Красного Октября пора принимать решения уже на уровне федерального центра? Если снова, как я повторюсь, идти по пути судебных дел, то это очень долгая история. И может предприятие просто остановиться, и люди не выдержат. Сейчас же, помимо того, что люди сокращаются, произошло резкое снижение заработной платы. И люди сами будут уходить, потому что за те деньги, которые им платят, они не способны будут содержать свою семью. Решение требуется какое-то неординарное и кардинальное. И вся надежда на губернатора, что он на федеральном уровне эту проблему разрешит. Какое-то неординарное, должен быть неординарное действие, или это постановление правительства о введении какого-то антикризисного управления именно на этих двух заводах. А потом пускай суды идут. Суды могут идти долго, но и банкротить нельзя, и в то же время нужно сменить руководство с той целью, чтобы отстранить его от управления этими заводами. К нам же принимают санкции, хотя мы там и ВТО, и все это нельзя. Поэтому нам не надо оглядываться на некоторые эти моменты. У вас есть своя личная история судебных споров с собственником предприятия. В чем причина этих споров и в чем суть? После увольнения он мне не выплатил выходное пособие, мотивируя, что ему плевать на все российские законы и что хочет, то и делает. После моего обращения в Красноокябрьский суд он на меня подал шесть исков абсолютно надуманных, склонив на свою сторону дирекцию по правовым и социальным вопросам, которые выполняют его волю беспрекословно. Все это базируется на вранье, на его нежелании как бы разговаривать из-за того, что я в свое время отказался подписывать приказ об увольнении порядка тысячи человек. И был не согласен с его политикой по прекращению финансирования завода в части выполнения гособоронзаказов, ремонтов оборудования, которое представляет, как я сказал, собой опасные производственные объекты. И поэтому судебные процессы идут, поэтому я не хотел бы как бы останавливаться, где и в какой стадии. Но, как говорит один мой товарищ, добро побеждает зло. Как на самом деле обстоит ситуация с газоочисткой, которую должны были установить на предприятии к чемпионату миру по футболу? Понятно, что газоочистка так и не появилась, но как вы считаете, было ли желание у собственника предприятия провести эти мероприятия в сфере экологии? Проектная документация, она была готова при помощи московского гипромеза и получено заключение положительное главгосэкспертизы и получено разрешение на строительство. Не хватает, как бы, малости в кавычках. Это рабочие документации, по которой нужно монтировать газоочистку. Это, естественно, снятие ареста с СПЦ-2. Это наличие мощной строительной организации, которая все это дело должна построить. Срок строительства в проектной документации год-полтора. Но полтора-два миллиарда, ну это, наверное, запредельная сумма, которую он хочет получить. Реально он врет. Он не хочет строить. Когда был заключен договор с главой города Чунаковым о строительстве спортивной, к чемпионату мира, стоянке под гостей чемпионата, он сразу сказал, я строить не буду. Я не буду строить. Губернатор это понимал и принял другое решение. Но он сказал, я ему и не верил, и не рассчитывал на это дело. Поэтому снять арест можно с этого СПЦ-2 и все прекрасно строить. Но он хочет снять арест со всего имущества, чтобы, скорее всего, получить кредит, на который он строить не будет. Скорее всего. Он его очередной раз невозвратный кредит, так называемый. Поэтому этого тоже нельзя допустить. Это похоронить завод полностью, потому что банкротить нельзя. Но и такой кредит отдавать, это тоже сверхусилие. Это нужно было, наверное, делать еще вчера. Сегодня, наверное, еще не поздно. А завтра, наверное, будет поздно. Как я уже сказал, что это только неординарное решение на уровне, как минимум, правительства. И ничего в этом зазорного нет. Ради интересов государства, ради интересов людей, которые там работают, и ради их семей, это нужно делать. Это может сделать в нашем регионе только при помощи Андрея Ивановича Бочарова. Только он может спасти и реально что-то сделать. То есть не он лично, а с его подачей, по крайней мере. На региональном уровне это уже ничего не сделаешь. А суды пускай идут. Суды пускай идут. Надо спасать производство, гособоронзаказ и людей. Потому что это очень важно. Продолжение следует...